Здесь представлено около сотни экспонатов, выполненных потомками палехских иконописцев. Промысел является довольно сложным и трудоемким. Каждое изделие создается полностью вручную. Пишутся миниатюры яркими темперными красками. Героями сюжета выступают различные былинные и сказочные персонажи. На некоторых палехских изделиях можно найти истории сражений, иллюстрации к литературным произведениям и народным песням. Изысканные футляры, ларцы, шкатулки, утонченное панно, броши, созданные палехскими умельцами, находятся во многих частных коллекциях. Как, впрочем, и картины Сергея и Алексея Ткачевых. Работы братьев сегодня хранятся также в фондах сотни музеев мира. Увидеть некоторые произведения посчастливилось и гумельскому зрителю. Во дворце Румянцева Хипаскевича открылась выставка живописи «Братья Ткачевы. Начало пути». Творческий союз «Братьев Сергея и Алексея Ткачевых» является одним из феноменов российского искусства второй половины XX века. Оба они родились в деревне Подбрянском. Сергей в 1922 году, Алексей в 1925. Однако совместная их творческая деятельность началась в 50-х. Однажды Алексей нарисовал эскиз, а Сергей раскрасил его акварелью. Это был тот самый эскиз их первой совместной работы. На выставке в Гомеле представили ретроспективы творчества «Братьев Ткачевых». В экспозиции более 30 работ, написанных мастерами соцреализма, начиная с 1950-х годов и до 10-х XXI века. Лишь несколько картин принадлежат авторству Алексея Ткачева, а над всеми остальными «Братья работали вместе». А далее поговорим о культурных событиях предстоящей недели. Дворец Румянцева Хипаскевича приглашает гостей из жителей Гомеля на контактно-игровую выставку «Планеты динозавров». Юные посетители смогут покататься на доисторической черепахе, покормить детеныша тираннозавра и даже попробовать себя в роли охотников на динозавров. Две военные драмы и комедия. Смотрим киноафишу. Сразу тремя премьерами порадуют кинотеатры региона в праздничный день 9 мая. В прокат выйдет фронтовая кинолента «Коридор бессмерти». Картина повествует о секретной железнодорожной магистрали, которую никогда не наносили на карты СССР и не упоминали в сводках с Овенформбюро. Ее называли «Дорогой Победы», а из-за большого количества жертв коридором смерти. Дорогу защищали вчерашние школьницы, они же возили по ней поезда. И это было не менее опасно, чем воевать на фронте. Еще одна новинка – военный фильм «Братство» от режиссера Павла Лунгина. Действия разворачиваются в 1988 году накануне вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета – вывод 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг и попытка вызволить из плена советского пилота. Завершает трио премьер комедия «Отпетые мошенницы» – фильм знакомый зрителя с двумя аферистками, которые очень любят быстрые и легкие деньги. Они уже имеют достаточно много опыта в проведении различных мошеннических схем, поэтому знают толк в своем деле. Предпочитают работать в одиночестве и не сталкиваться с другими аферистами, однако однажды их интересы приводят к взаимному конфликту. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Евгений Макенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».